Здравствуйте, мои дорогие художники, маленькие и взрослые! Сегодня я для вас провожу снова занятие, которое называется «Машенька». Мы с вами нарисуем вот такую веселую, красивую Машеньку. Что же нам нужно будет для этого занятия? Как всегда, клеенка, чтобы не испачкать стол. Формат А4, лист альбомный, половиночка такого же листа. Салфетка для втирания кисточки, кисточка, карандаш, ложечка, стерка, стаканчик с водой, восковые мелкие, среди которых обязательно должен быть белый, палитра, краски, акварель и мокрая тряпочка. У меня есть знакомые матрешки. Здравствуйте, матрешки! Здравствуйте! Поздоровайтесь, пожалуйста, с детьми. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Мам, а скажи, пожалуйста, а что это такое за коробок здесь такой? А это тот самый коробочек, дочка, в который Машенька ложила свои пирожки. Какие пирожки? Ну, из сказки «Маша и медведь», помнишь? Жили-были отец и мать, и была у них дочка Машенька. Вот однажды пошли подружки в лес и позвали с собой Машеньку. А, я вспомнила! Да, она пошла вместе с ними и потом заблудилась. Заблудилась, плакала и попала в домик и медведя. Да, она у медведя осталась и там ночевала, а медведь её не пустил. Правильно, совершенно. Оказывается, вы помните эту сказку? И я помню. А что было дальше, помните? Ну, а дальше, а дальше она очень скучилась по своим папе с мамой и хотела убежать, а медведь её не пускал. И она придумала такую хитрость. Ну-ка, какую? Ну, вот, она испекла пирожки и сказала «Медведь, отнеси пирожки маме с папой». А сама, а сама залезла туда и пирожки себе на голову поставила. Точно, точно. И потом, когда медведь шёл к её маме и папе, она говорила «Не садись на пенёк и не ешь пирожок». Да, а медведь всё равно говорил «Сяду на пенёк, съел пирожок». А она ему отвечала «Высоко сижу, далеко гляжу, не садись на пенёк, не ешь пирожок». Да, и она всё-таки их донесла до мамы и до папы. А потом, когда он спустил этот коробок, она оттуда вылезла и побежала к маме и папе очень обрадовалась. А медведь-то, а медведь, помните? А медведь испугался и хотел идти домой. А он домой не пошёл, потому что мама и папа Машеньке сказали «Пойдём вместе с нами пить чай с пирожками». Да, и он стал приходить к ним в гости. Вот такая хорошая сказка. Ну, а нам пора уже прощаться с ребятами. До свидания, ребята. До свидания, ребята. До свидания. До свидания. А теперь нарисуем нашу Машеньку из сказки. На белом альбомном листе сделаем отметку, где будет находиться её головка. Вот где-то здесь, повыше серединки, но ближе к верху. Сделаем отметочку. Здесь будет головка. Внизу отметим, где будет кончаться её сарафанчик. Вот, немного не доходя до низа листка. Рисуем головку. Кругленькую головку. Поправляем, если что не так получилось. А теперь рисуем сарафанчик. Прямо от головки, вниз и влево ведём линию. Сарафанчик широкий, потому что наша Маша ходила в русском народном сарафанчике. И вторую сторону рисуем вниз и вправо. Вот так. И закрываем наш сарафанчик. Соединяем обе линии. Вот так. Мы нарисовали с вами головку и сарафанчик. Теперь уберём лишние линии, которые портят наш рисунок. И продолжим дальше рисовать. Обрадовалась Маша? Так обрадовалась, что даже немножко плясать стала. Вот она подняла ручки правую вверх и левую вверх. Посмотреть, какие у неё были широкие рукава. Вот нарисуем вот такую дугу. И с другой стороны дугу нарисуем. Ручки нарисуем. Это просто два полуовальчика. Вот наша Маша почти уже готова. Но надо её ещё одеть. Нарисуем ей вот такую шапочку. Вот. Наверху она пошире, а около ушек поуже. А теперь поставим наверху точку посрединочке. И соединим точку с левой стороной шапочки. И с правой стороной шапочки. А теперь вот эту линию сотрём. Если у вас не очень ровно получилось, то не расстраивайтесь. Можно немножко поправить. Но если чуть-чуть, то это не страшно. Вот такой получился у нас кокошник. У Маши были волосики расчёсаны на пробор. Одна дуга налево и одна дуга направо. Что же нам ещё нужно для Маши нарисовать? Надо украсить её сарафанчик. Внизу у неё была вот такая красивая полоса. И посерединочке. Тоже была полосочка, на которой были пуговички. Вот. Мы рисуем простым карандашом, чтобы была возможность стереть, если что-то не получится. И ещё неплохо украсить рукава. Полоса на одном рукаве. И на втором. Ну вот. А теперь можно приступить к раскрашиванию. Простой карандаш нам уже не нужен. А раскрашивать мы будем восковыми мелками. Как мы это делали в прошлый раз. Если вы помните, то мы каждый цвет мелка пробовали на отдельном листочке. Потому что цвет мелочка очень обманчив. Итак, начнём сверху. Вернее, лучше, наверное, мы начнём с вами с лица. Глазки у нашей Машеньки голубые. Носик пуговкой. И весёлый ротик. Как же не обрадоваться. Ведь она маму с папой увидела, которого давно не видела. Вот такая весёлая Маша. Теперь раскрасим ей волосы. Можно ярким цветом, жёлтым. Можно потемнее. Волосы пшеничного цвета. А теперь нам нужен будет белый карандаш. Для того, чтобы... Надо смахнуть вот крошку восковую. Для того, чтобы мы с вами закрасили белым цветом лицо. И это будет не так уж просто, потому что белый карандаш не видно. Но вы постарайтесь. Белый восковой карандаш. Это нужно для того, чтобы если туда попадёт краска, то оно не закрасилось. Вот, посмотрите. Ну, белый карандаш восковой всё-таки можно увидеть, если немножко наклонить голову. И тогда будет видно, где он закрашивается. Может быть, у ребят сразу будет это не очень хорошо получаться. Но ничего страшного. Постепенно получится. Этим же белым карандашом мы закрасим с вами украшение на рукавах. Низ сарафана тоже для того, чтобы когда мы с вами закрашивали краской, чтобы не было... А чтобы он не закрасился. Немножко наклоните голову и увидите его. Так, и ещё нужно белым восковым карандашом закрасить переднюю планочку. Но сначала нарисуем пуговички. Раз, два, три, четыре. Четыре пуговички. Вот так смахнём кисточкой, чтобы не мешало. Закрасим планку. Не забывайте, о чём я говорила. Что восковой карандаш нужно держать, восковой мелок нужно держать около самого края конца, чтобы он не гнулся и не ломался. Вот так. Теперь займёмся нашим кокошником. На кокошнике нужно сделать украшение. Возьмём зелёный восковой карандаш и нарисуем красивое такое зелёное бусино, скажем так. Ещё и ещё. Потом можно взять жёлтый и обвести. Очень простое украшение, но всё-таки будет нарядно. Надо, чтобы наша Маша была красавицей. И вот теперь мы можем, наконец, закрасить наш кокошник. Какой же цвет лучше взять? Но это уже будет на Ваш выбор. У меня здесь есть два цвета красных. Один малиновый, другой красный. Я выберу красный. Вы можете на выбор. Аккуратно закрашиваем, не выходя за края. Стараемся, во всяком случае. Сначала нужно обвести наши драгоценности на короне. И только потом можно закрашивать. Можно заодно обвести личико Машеньке. Смахнём восковую крошку, чтобы она не мешала. И займёмся платьем. Ну, я думаю, можно ещё украсить. Возьмём жёлтый восковой мелок. И нарисуем вот такие дуги. С одной стороны рукава. И с другой стороны. Горка, горка, горка. Закрасим. А теперь точно так же закрасим, не закрасим, а украсим нашу планочку. Вот такими яркими большими дугами. Нарисовали дуги, теперь мы их закрасим. И с другой стороны. Вот с двух сторон у нас нарисованы дуги, и наконец мы можем с вами закрашивать наш сарафанчик. Обведем сначала красным цветом рукава, чем хороший восковой мелок, это тем, что он быстро очень рисует. Но, конечно, у него есть и недостатки, мелкие детали ими рисовать трудно. Затрасим. Теперь здесь обведем наш сарафанчик. Наши дуги и закрасим. С другой стороны проведем полоску и также закрасим. Если немножечко не докрасили, то можно докрасить. И, наконец, остался у нас сам сарафанчик. Обведем его полностью. Обведем дуги и будем закрашивать. Посмотрите, дорогие родители, чтобы дети красили здесь большими линиями, потому что некоторые дети могут красить только что-то маленькое. вверх-вниз. Если же они так делают, то постарайтесь, чтобы они научились ручкой владеть свободно и двигали ее вверх-вниз без страха. У некоторых детей наблюдается страх, и они боятся закрашивать большие площади. С другой стороны обводим дуги и закрашиваем. Посмотрите, свободно и быстро движим рукой, но только старайтесь не закрасить там, где не надо. мелочек держим у самого края. вот мы и закрасили нашу Машеньку, осталось нам только белым цветом покрасить ручки и чтобы их получше было видно, серым обведем. Готова наша Машенька, осталось нам нарисовать цветы, которые росли на лугу. вот это самое простое дело. Кстати, это будет как раз и тренировка штриховки. Для этого можно взять какие угодно цвета восковых мелков и рисуются цветочки вот так. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот получился цветочек, очень просто и легко. Но это, конечно, для меня просто, а для некоторых детей это совсем не просто. Тем не менее, если вы поможете ребенку и он научится рисовать такие астрочки, если их так можно назвать, то он, в принципе, научится штриховке и научится правильному владению карандашом, кисточкой и ручкой. Возьмем голубой. В разных местах мы можем нарисовать такие цветы. вот, какой бы нам еще взять. желтый, по два, по три каждого цвета, кому какой нравится. Так, ну еще можно такой малиновый, розовый, даже и фиолетовый. Ну, наверное, достаточно. Вы видели, что я цветочки рисовала вокруг центра. А теперь сделаем фон нашему рисунку. Где могла быть Машенька? Конечно, на лугу, на зеленом перед домом. Поэтому мы сейчас сделаем, закрасим листок фоном зеленого луга. И сделаем мы его, как и в прошлый раз, из акварельной краски. Берем ложечку, чистую водичку, наносим в кюветку, смачиваем нашу кисточку, осушиваем ее, нет, наверное, осушивать не нужно, смачиваем желтую краску. И переносим ее в воду, снова смачиваем, переносим ее в воду, опять. Для чего мы делаем желтый цвет? Любой цвет при добавлении в него желтого становится гораздо веселее, а нам нужна веселая весенняя травка. Поэтому мы сначала добавляем желтый и попробуем, что за цвет у нас получается. Ну вот, пожалуй, этот цвет нам подойдет. Вымоем кисточку. А теперь будем добавлять зеленую. Ну, скажем, скажем вот такую. Размочили и добавили. Посмотрим, что у нас вышло. Почти подходящий цвет. цвет. Вымоем кисточку, осушим и еще наберем. Пусть будет немного поярче. Так. Вот такой стал красивый салатовый цвет. Посмотрим, как он будет смотреться. Ну, я думаю, что еще стоит добавить. Вымоем кисточку, осушим и снова наберем. В принципе, если вы хотите побольше, наверное, стоит даже и не осушивать кисточку. Набираем зеленую краску. Смешиваем и пробуем. Ну, вот, пожалуй, то, что нам нужно. А теперь будем покрывать нашу краску, наш листочек этим красивым зеленым цветом. Слева направо закрашиваем и опять проявляется тот самый замечательный эффект восковых карандашей, который любят все взрослые и дети. краска разбегается от них и рисунок становится очень-очень ярким. краском. Не бойтесь проводить прямо по цветкам. И ничего страшного, если вы зайдете на нашу матрешку. Восковые мелки не закрашиваются жидкой краской, акварелью. Ну вот, почти и закончена наша Машенька! едва хватило нашей краски так что на будущее наводите побольше но все таки хватило немножко сравняю здесь цвет вот в принципе и все нарисовали мы с вами такую замечательную машинку осталось только промокнуть места где на восковой мелок попала краска цветы она легко удаляется и наша работа закончена надеюсь вам понравилось если у вас останутся вот такие лужицы то можно их пока сохнет немножечко так разогнать спасибо вам за внимание спасибо 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 за внимание